Я вижу, что у подавляющего большинства предпринимателей в России нормальное намерение. Каждый хочет зарабатывать денег, каждый хочет делать продажи, выстраивать отношения с клиентами. Но вот действия, действия, они совсем обратные. Так как мы постоянно живем в режиме неопределенности, то без доверия делать успешный бизнес невозможно. Добрый день, добрый день, друзья мои. Меня зовут Дмитрий Норко, я продавец. Я 30 лет занимаюсь продажами, из которых 25 лет обучаю взрослых людей. На сегодняшний день я обучил более 1800 корпоративных клиентов, компаний, более 80 сферах бизнеса. Я автор трех проектов, это экспертные продажи, доверие в бизнесе и Международная ассоциация профессионалов продаж. Также я автор четырех книг, крайний из которых экспертные продажи новой методы убеждения покупателей, стала финалистом конкурса «Лучшая бизнес-книга года». И я вам всем сегодня эту книгу подарю в трех форматах EPUB, PDF и аудиоверсия. Как вы можете получить от меня книгу, я об этом вам расскажу в конце своего выступления. Я думаю, каждый из вас видел и не один раз замечательный фильм «Пираты Карибского моря» «Все серии». Там очень персонажи интересные, запоминающиеся. Все персонажи, которые есть в этой франшизе, вымышленные кроме одного. И есть один персонаж, который имеет прототип. Этот персонаж – капитан Черная Борода. Капитан Черная Борода был, так скажем, воспроизведен с реального человека, которого звали Эдвард Тич. Эдвард Тич – это был реальный командир пиратов, капитан пиратов, который правил более десяти лет. Почему Эдвард Тич был такой популярный и почему только в основном о нем осталась информация с 17 века? А потому что Эдвард Тич был капитаном 10 лет. Что в этом удивительного? Дело в том, что у пиратов в 17 веке должность капитана – это была избранная, выборная должность. И если капитан в какое-то время терял доверие команды, то команда очень быстро его высаживала на необитаемом острове, в лучшем случае, и выбирала нового капитана. Если вы помните, кстати, Джека Воробья-то высадили на остров. Почему? Он потерял доверие своей команды. Так вот, Эдвард Тич – единственный капитан пиратов из всех тогда существующих, который 10 лет перезбирался, постоянно его выбирали. Потому что он имел абсолютное доверие у своей команды. Уважаемые предприниматели, уважаемые господа, уважаемые руководители, настоящее и будущее. А если сейчас вашим командам задать вопрос, как вы думаете, выберут они вас или высадят на необитаемом острове? Это очень важный вопрос, потому что от этого напрямую зависит результативность вашего бизнеса. Но чтобы мы с вами прошли дальше и поговорили о доверии, попробуйте сейчас ответить на вопрос. От 0 до 10. Возьмите ручку и запишите где-нибудь, ну или просто запомните. От 0 до 100. Насколько, по вашему мнению, вам можно доверять? Записали? И мы с вами еще к этому вернемся. А если я сейчас спрошу вас, сидящих в этом зале, поднимите, пожалуйста, руку, кто написал себе, у кого цифра меньше 80? Практически ни у кого. То есть все поставили себе больше 80, и это нормально. Вернее, это естественно. Так делают все. По статистике, когда человеку задаешь вопрос, насколько тебе можно доверять, человек ставит себе в районе 87-95. Я думаю, примерно то же самое и у вас. То есть большая часть, практически все вы поставили себе больше 90%, то есть 100%. Так думают все. Однако, если мы посмотрим на исследование, то мы увидим, что ситуация несколько иная. Каждый год проходит знаменитое исследование, которое называется индекс доверия и Дельмана. 18 стран, в том числе и Российская Федерация. Это исследование дает ответ на вопрос, каков уровень доверия в странах по таким параметрам, как доверие к руководству страны, доверие к средствам массовой информации, доверие к рекламе и к интернету. Но есть один параметр, в том числе, это доверие к бизнесу. И если мы посмотрим на исследование этого года, то мы увидим, что средний статистический индекс доверия в мире 63%. То есть 63% населения Земли так или иначе доверяет бизнесу своих стран. Самый высокий уровень доверия 81% в Индии. Самый низкий уровень доверия 35% в России. Но если мы посмотрим на другие исследования, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле то, что мы думаем о себе, то, что мы считаем о себе и о том, что мы делаем, на самом деле несколько отличается от того, что есть на самом деле. И что о руководителях, о нас, о предпринимателях, о вождях думают наши команды, наши сотрудники. Исследование знаменитой компании Гэлп, которое было в прошлом году, показало, что 44% сотрудников так или иначе не доверяют своему работодателю. 51% сотрудников активно ищут работу постоянно и 55% сотрудников так или иначе увольняются в течение одного первого года работы. И более 300% от базовой заработной платы компании теряют. Теряют на ротации, на текучке сотрудников. Вот что есть на самом деле. Но вот то исследование, те данные, которые я вам показал, это исследование европейской компании Гэллоп. И я немножечко засомневался, действительно ли это так. И я провел свое исследование в сети. Это исследование прошло более 450 респондентов. Я задал вопрос, насколько вы доверяете своему руководителю? Данные перед вами на слайде. Внимание, 8% доверяют полностью, 12% доверяют в целом, 26% не очень и 54% доверяют редко или не доверяют вообще. То есть, в принципе, мои исследования, они коррелируются с исследованием компании Гэллоп. О чем это говорит? Это говорит о том, что в бизнесе, в отношениях есть определенные проблемы, которые нужно решать. Но почему такая ситуация? Почему доверие так редко встречается? Есть основные причины. На самом деле их много. Но когда мы говорим про доверие к руководству, их 3, ну так скажем, 4. Самая главная причина, самая главная причина – это сдержки из ошибочного доверия. Если я сейчас каждому из вас задам вопрос, а вспомните ту ситуацию, когда вы что-то потеряли от того, что вы кому-то доверились. И у каждого из вас есть масса слезливых историй о том, что вы кому-то доверились. И вот этот кто-то воспользовался этим доверием, и вы потеряли вот что-то. У каждого человека есть такая история. Но если я спрошу вас, вспомните, и расскажите мне сейчас, что вы получили от того, когда вы доверились кому-то. Какие преференции вы получили? Вот здесь, я думаю, у каждого из вас будут проблемы. Почему? Вы это не потому, что этого не было. Нет, а потому, что у вас мозг настроен на негатив. И в большей степени каждый знает ответ, почему это нельзя делать. Вместо того, что я буду иметь, когда я буду доверять другим. И это самая важная причина. Второе. Сосредоточение на намерении и игнорировании действий. Когда я сегодня задал вам вопрос, насколько вам можно доверять, как вы искали ответ на этот вопрос? Вы думали примерно следующим образом. Ну вот смотри, я же ведь не мерзаюсь, правильно? Я же ведь не негодяй. Я никого не хочу обмануть, кинуть. Значит, мне можно доверять. То есть вы оценивали свое намерение. Но проблема в том, что когда вы общаетесь с другими людьми, они не знают вашего намерения. Они доверяют вам или не доверяют, исходя из того, что вы говорите. Действия. И вот в этом самая главная проблема. Я вижу, что у подавляющего большинства предпринимателей в России нормальное намерение. Каждый хочет зарабатывать денег. Каждый хочет делать продажи, выстраивать отношения с клиентами. То есть никто не хочет сейчас что-то урвать и убежать. Намерения у всех нормальные. Но вот действия. Действия, они совсем обратные. И поэтому нужно работать не с намерением. Потому что еще раз говорю, с намерением все нормально. Нужно менять действия. Нужно менять свое поведение. Второе. Сосредоточение на процессах и игнорирование принципов. В течение года я выступаю на огромном количестве аналогичных конференций. И я вижу, что многие мои коллеги, спикеры дают шаблоны, дают какие-то чек-листы. То есть в основном внимание уделяется процессу, как это нужно делать. Но проблема в том, что если мы не работаем с ценностями, если мы не знаем ответ, что такое хорошо, что такое плохо, почему мы это делаем, процессы не работают. Ну и подход, основанный на рациональной модели поведения. Большинство программ обучения основаны на том, и они показывают то, что если вы сможете объяснить вашим клиентам выгодность ваших действий, то они у вас будут покупать. Рациональная. Но проблема в том, что рациональная не работает без эмоций. И первичная, первичная – это эмоция. То есть когда человек принимает решение, то в первую, что он делает, он принимает решение на уровне эмоций. Хочу, нравится, доверяет. И только потом оно подкрепляется рациональным, выгодно, логично. Покупают. Только так. Что такое доверие? Есть два вида определения. Первое – это доверие личное. Доверие личное – это готовность человека стать уязвимым к действиям других людей из-за уверенности в их добрых намерениях. И доверие в бизнесе. А вот доверие в бизнесе, оно отличается. Это готовность быть зависимым от других людей. Читай, от клиентов и сотрудников. В ситуации неопределенности. Читай, когда ты не можешь управлять. И в ожидании от этого определенной выгоды. То есть мы с вами сейчас пришли к тому, что доверие для бизнеса, для руководителя – это не какое-то там что-то такое на уровне хорошо или плохо. А это выгода. Это выгода. Это действительно выгодно. Почему? Потому что если руководитель имеет стопроцентную возможность контролировать своих клиентов и своих сотрудников, то доверие не нужно. А так как такой возможности нет в современном мире, и мы постоянно живем в режиме неопределенности, то без доверия делать успешный бизнес невозможно. То есть еще раз, смотрите. Доверие в личной жизни. А доверяет Б. Вот так это работает. Доверие в бизнесе. А доверяет Б. Делать С. То есть кроме личных отношений, здесь еще очень важно непосредственно то действие, которое мы даем. Так вот, отвечая на вопрос, что дает доверие в бизнесе. Внимание. Доверие дает самое важное. Доверие оказывает воздействие на два важных параметра. Это скорость и затраты. То есть чем выше доверие, тем скорость быстрее, тем затраты ниже. Какая скорость? Скорость принятия решения, скорость согласования, скорость действия. И естественно, чем доверие ниже, тем скорость ниже и затраты выше. Все просто. Когда мы говорим про доверие в команде, то доверие решает самые важные вещи, которые хочет любой руководитель от своей компании. Исследования показывают, что в командах с высоким уровнем доверия, внимание, на 74% у сотрудников ниже, меньше стресса. На 60% люди испытывают больше радости. На 106% больше энергии. На 70% больше целеустремленности. На 50% больше продуктивности. На 40% меньше выгорания. И на 76% больше вовлеченности. И как результат? На 50% больше удержания. То есть, когда руководство, когда лидеры создают команду с высоким уровнем доверия, то люди, которые находятся в этой команде, они работают долго. Они работают с удовольствием. Они показывают потрясающие результаты. И самое главное, они находятся с этой командой до конца. То есть, исследования показывают, что 30% увольнений происходит из-за того, что люди ищут высокой заработной платы или хотят карьеры. И 69%, то есть 70% людей увольняются не потому, что они хотят больше денег. Нет. А потому, что они хотят работать в компании, которая приносит удовольствие. Они хотят работать с теми людьми, которым они доверяют и которые доверяют ним. То есть, исследования PricewaterhouseCoopers показывают, что на 87% ниже вероятность ухода сотрудников из организации с высоким уровнем доверия. Для того, чтобы любой путь, самый первый путь, самый длинный путь, он всегда начинается с первого шага. Друзья мои, сфотографируйте этот код или просто наберите индекс доверия, сила доверия и переходите на сайт силодоверие.рф и проходите тест. Выясняйте свой индекс доверия. То есть, сегодня я вам задавал вопрос, насколько вам можно доверять, вы поставили себе эту отметку, цифру. А вот теперь пришло время действительно понять, а насколько вам можно доверять. Сила доверия.рф, проходите тест и получайте свой индекс доверия. Для того, чтобы работать с доверием, нужно понимать, из чего оно состоит. Доверие состоит всего лишь из четырех элементов. Это искренность, надежность, компетентность и ориентация. Что такое искренность? Искренность – это показатель того, насколько в общениях, в коммуникациях вы честны, насколько вы целостны, насколько то, что вы говорите, вы в это верите, и насколько ваши слова сочетаются с вашими действиями. Это очень важно, потому что если руководитель говорит одно, а делает другое, если он говорит одно, а думает о третьем, этот человек не воспринимается искренним и никогда ему верить просто не будет. Второй показатель – надежность. Это очень важный показатель. И когда мы говорим про бизнес, то в принципе он один из самых важнейших. Но что такое надежность? Надежность – это оценка того, что вы выполняете взятые на себя обязательства. Надежность – это показатель того, что на вас можно положиться, что вы понятны, прогнозируемы. И когда компании не выполняют свои обязательства или руководители, тогда их клиенты воспринимают как ненадежными. Но есть одно очень интересное «но». Мои исследования и годы работы, мой опыт показали очень интересный фактор. 80% проблем с надежностью не потому, что предприниматели хотят кого-то кинуть и обмануть. Есть две причины. Основные причины. Первая причина – разрыв в коммуникациях. То есть люди не умеют слушать, не умеют задавать вопросы. Когда продавцы приходят для того, чтобы продавать, они не слышат клиентов. Разрыв в коммуникации. И второе. Одна из самых часто встречающихся – это тогда, когда мы теряем заказы. Когда мы теряем контакты. Когда мы просто забываем, что мы что-то обещали, что мы что-то делали. И вот для того, чтобы решить эту проблему, вот для этого и существуют сервисы. Есть много сервисов для работы с клиентами. Есть много телефонных сервисов, IP-телефонии. Третий компонент – это компетентность. Компетентность – это уровень знаний, ресурсов и возможностей. Ну и четвертое – это ориентация. Ориентация – это показатель того, насколько вы в коммуникациях ориентируетесь, в каких процентах на интересах себе и на интересах ваших клиентов. И когда мы говорим про то, как нам понять, как нам выяснить свой уровень доверия, вот для этого и существует формула. Формула индекса доверия инка, которую вы можете сегодня, пройдя тест, выяснить. Это искренность плюс надежность плюс компетентность, деленная на ориентацию. И в конечном счете вы получаете тот индекс, который отвечает на самый главный вопрос. А насколько вам можно доверять? Что делать дальше? Сделайте несколько шагов. Первый шаг – ответьте на три вопроса. Возьмите листочек бумаги, три колонки. Цели, какие цели стоят перед вашей компанией, ответьте на этот вопрос. Вторая колонка – ответьте на вопрос, как доверие поможет вам добиваться этих целей. И третья колонка – как отсутствие доверия будет мешать вам получению ваших целей. То есть в конечном счете вы получите ответ на вопрос, а зачем вам это нужно? После этого четыре шага. Первое – волевое решение руководства. После этого необходимо сформулировать заявления о ценности, их для всей компании, для всей команды. Чтобы все четко понимали, что такое хорошо, а что такое плохо. Далее необходимо обучать сотрудников. И необходимо приравнивать, менять форму поощрения и форму оплаты. Потому что если в вашей компании вы платите просто KPI по объемам продаж и хотите выстраивать доверительные отношения с клиентами, никогда такой метод оплаты не позволит вам добиться того, что вы хотите. Ну и последнее. Своё выступление я бы хотел закончить высказыванием человека, которого я безмерно уважаю. Это человек Махатма Ганди. В своё время Махатма Ганди сказал, «Ваши убеждения становятся вашими мыслями. Ваши мысли становятся вашими словами. Ваши слова становятся вашими поступками. Ваши поступки становятся вашими привычками. Ваши привычки становятся вашими ценностями, а ваши ценности становятся вашей судьбой». Друзья мои, подумайте. Подумайте, посмотрите, какие мысли в вашей голове. И попробуйте изменить. Помните и поймите. Покупают не фирмы, не компании люди. И работают тоже не сотрудники, а люди. И когда вы измените свои мысли, тогда однозначно изменится ваша судьба, ваша бизнес-судьба. Я вам сегодня, как я уже говорил, первый шаг. Пройдите тест «Сила доверия ИРФ» и получите результаты. Я вам обещал подарить книгу. Для этого нужно сделать простую вещь. Просто переходите на мой профиль в Инстаграм и в личном сообщении пишите одно слово. Всего лишь одно – «хочу». После этого в течение какого-то времени вы получите от меня ссылку для того, чтобы скачать книгу в трех форматах. PDF, EPUB и аудиоверсия. Друзья мои, на этом мое время подходит к концу. В финале хочу еще рассказать. Сегодня мы с вами живем в эру комоди. Комоди – это когда нельзя выделиться продуктом или услугой. Сегодня вы и ваши конкуренты продаете одинаковые продукты и услуги. Выделиться можно только одним – это подходом. И делайте подход, ориентированный на людей. Выстраивайте доверительные отношения с своими клиентами и со своими сотрудниками. На этом я заканчиваю. Себя лично хочу пожелать мир вашим домам и процветания вашим компаниям. А я всегда буду от вас на расстоянии вашей вытянутой руки до вашей клавиатуры. В любое время пишите «Чем могу, помогу». Спасибо. Спасибо.